У бойцов знакомство начинается с удара, а рефери нужен для того, чтобы этих ударов не стало слишком много. Но когда удрачунов срывает башню, рефу приходится включать режим воина-берсерка и делать из всех фарш. Привет, бицухи-воробья! С вами Федорович, а в этом видео вы увидите, как рефери приходилось вспоминать свои навыки бойца и ломать дерзких воинов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. А если вы хотите стать чемпионами по ММА или по боксу или муай-тай, в общем вообще не важно в чем, или лучшим в истории человечества уличным бойцом, тогда подписывайтесь на канал Грандмастера по ссылке в описании и узрите самые секретные, смертельные, невероятные и всемогущественные техники лучших мастеров со всего мира, постигая их величие и вбирая в себя силу Чи. Добро и зло живет в нашем сердце, а рефу постоянно нужно делать выбор между ними. Остановить бой досрочно и попасть под критику первых, или дать хорошенько добить и услышать критику в свой адрес от вторых. В этом бою реф сразу остановил бой после того, как боец пропустил хай-кик и улетел на канвас. Секунданту выбежавшему в клетку это не понравилось и он быканул на рэпа, за что тот долго не думая выключил его левым сбоку. Мотылек тоже живет целую жизнь, хоть и длится она всего один день. Наверняка именно так думал знаменитый дацик в свои юные годы, проживая каждый день как последний. По слухам на этот бой он вышел после пельменной, где приговорил пару стопочек самогоночки, поэтому выпендриваясь весь бой и ведя себя неадекватно, в принципе как обычно, рефу это надоело и он остановил поединок. За что получил от дацико удар по пузу, ведь синяку и море по коленам. Но помощь от мелкого противника дала время рефу понять что к чему и войти в зарубу салка ниндзей. Заплаканное лицо обязательно ужалит пчела, чтобы добавить печали. А бойца не выполняющего команды рефа обязательно этот же реф и поломает. А если не сможет один, на помощь прибежит спасатель Малибу, чтобы скрутить руки хулигану. Что и случилось на этом любительском турнире по кику. Бегущие по полю мыши львы не замечают, как и мелкого рефери бойцы. В этом боксерском бою один отмороженный воин забивал соперника, после чего мелкий реф остановил бой. Но Лысый с этим не согласился, ведь он не увидел литры крови на конвасе. Поэтому он тупо толкнул рефа и продолжил избивать противника, который от страха скрутился, как гусеница, упавшая в муравейник. Но когда у тебя есть Кент Бугай, можно быть и дрыщом. Выбежавший в ринг второй реф завалил дерзкого бизона, на что тот обиделся и пошел домой под связь зала. Даже один желтый лист предвещает осень, а одно кривое движение в сторону рефа уже можно расценивать как провокацию от бойца. Как и в нашем случае. А когда реф такой дерзкий, как и боец, зрители наслаждаются незапланированным, бесплатным, бонусным боем по боям без правил. Конфуций тоже был не всегда прав, как и рефери с бойцами. Это довольно неоднозначный эпизод, в котором после остановки боя реф оттолкнул одного из бойцов. Да так, что тот перекатился в лучших традициях черепашек-ниндзя. Ему, конечно, это не понравилось, и он дал рефу ляща, за что тот уже мастерски провел мега-бросок в стиле Карелина, чем окончательно расстроил бойца. Да плюс к этому, второй матерый воин, в лучших традициях коллективных гопников, сразу подбежал к лежачему бойцу и ударил в голову. Конечно, пацан хотел мести, но и реф был не против порубиться. Кто право, кто виноват, решайте сами. Даже из ловких рук вода тоже проливается, а иногда и у хорошего бойца может упасть планка, как в этом бою. Добивая соперника, боец потерял над собой контроль и не реагировал на команды рефа, после чего тому пришлось применить удушайку в стиле Грейси, которая сразу остудила бойца, и он признал свою ошибку. Но потом в ринг забежал Кейн Кюрик, проигравшего, чтобы совершить кровную месть, за друга, и все началось по новой. Даже конь на четырех ногах спотыкается. А что говорить про бойца, который не согласен с остановкой боя? Конечно, он будет пытаться взять реванш после боя, как в нашем поединке. Но это точно не получится, если у рефа навыки борьбы лучше, чем у того же бойца. Отличный захват с успокаивающим броском, и боец уже на конвасе пытается выбраться из цепких лап рефа. Думая уже не про соперника, а как победить этого борцуху в черном? Камень может проговориться, а боец отбиться головой навсегда. Как в этом бою. Добивая соперника, пацан полностью потерял над собой контроль. Со стороны казалось, что он как африканский охотник Ганнибал, хочет его сожрать живьем. Но рефери, вспомнив свои походы в зал борьбы, быстро успокоил беспредельщика старым добрым удушающим. Когда ты мощный как Бизон, то тяжело толкнуть, чтобы не покалечить. Именно так и произошло с рефери Маккарди, который решил остановить добивание и спасти полуживого бойца, оттолкнув победителя. Но сделал это так сильно, что разбил ему нос, хотя за весь бой у того не было ни единого синяка. Чем он, конечно, был очень недоволен и высказал это рефу. А в этом моменте мы просто насладимся невероятной реакцией рефа, который четко по гонгу снес летящего с коленом бойца в воздухе, чтобы не допустить удара после завершения раунда. Вот это реакция у мужика. Пишите в комментах, приходилось ли вам когда-то разнимать крутых бойцов, а потом ломать одного из них, особенно в кабаках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok